здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня на спортивный эфир их у нас довольно таки много потому что как известно люберцы территория спорта и сегодня мы встречаемся с двумя представителями такого вида спорта как баскетбол галина алексеевна карпухина тренер команды юношей 2005 года рождения школа олимпийского резерва по баскетболу городского круга руберцы здравствуйте галина алексеевна и сергей скотников спортсмен вот я так понимаю представитель целой команды сейчас сколько у вас команде галин кто вот за этот кубок бился который мы сейчас будем говорить но за этот кубок билось 4 человека потому что стритболе играет трое на 3 4 человека основного состава так даже если на дождите а если из четырех человек 2 получат травму 2 будут играть что ли или такого не было к сожалению да стритболе будут играть 2 но 2 не будет под скорее всего по правилам 3 на 3 на 3 играть на игру прекратят то есть это похоже как на олимпийских играх когда у нас эти спортсменки только не помню уже рапевистки или кто когда одну же нельзя было менять она с травмой доигрывала и в итоге они выиграли золотые ну вот здесь здесь уже такая система понятно итак сергей один из представителей квартета да можно так сказать и вы стали победителем как называется это соревнование оранжевый мяч верно так все это было где это было рассказывайте присоединяйте было в городе люберсы около триумфа там вычертили площадки специально для этого мне кажется я по ним проезжал по этим площадкам то вот ну организовали играли а кто играли какие команды достаточно много московской области 15 команд 15 команд возрасте возрастной категории 15 команд тысяч пятого года рождения из разных городов правильно вот и а из люберец было только одна команда или несколько можно посчитать три команды три команды до остальные из других городов но если считать наш возраст туда вот если такое областное было первенство можно так сказать да и массовый спорт и чем отличается прежде всего сергей вам вопрос потом уже а морально-волевых качествах мы поговорим с галерой тем чем отличается кистрит баскетбол такой от обычного баскетбола там что все ужимаются два раза совсем другие скорости идут совсем другой темп игры идет нужно быстрее думать чтобы не допустить какую-то ошибку вот я детство вспоминаю когда мы играли в футбол да понятно что наши сыгровые виды спорта будут иногда проскакивать и когда мы играли на одни ворота это примерно тоже такую сеченная версия да только вратарь стоял как бы независимо ни от кого либо становился какая-то там команда и так далее у вас на сегодняшний день тренировки под ну как специально под стрит баскетбол сделаны или вы можете и в обычный баскетбол у меня специально для 5 на 5 баскетбол то есть если вас сейчас выпустить на большую площадку баскетбольную где будет только вы ну не стрит баскетбол обычный вы сможете сыграть конечно понятно хорошо еще такой вопрос галина всем на правда ли что в баскетбол берут только длинных высоких скажу корректно это не правда в баскетболе может заиграть игрок абсолютно любого роста баскетбол берут всех изначально а кто заиграет это уже зависит от желания от умения от терпения спортсмена может заиграть игрок разного возраста и от баскетбола не растут разного разного роста все вот просто желание самое основное с другой стороны когда мы встречаем баскетболистов волейболистов как правило причем что что мужчин что женщин как правило они высокие высокие конечно бы перспективней когда игрок выше игроку выше проще подбирать на расширка проще бороться все это гораздо проще но но очень много случаев которые люди играют на высочайшем уровне маленького роста но потому что когда ты высокий все равно ты получается большой и все-таки поворотливость твоя наверное чуть-чуть может быть меньше чем у маленького юркого который может где-то здесь под ногами раз раз выпрыгнул да правильно сергей такой же есть вариант а вы относитесь к возраст какой у вас рост 187 но это фактически для баскетбола средний такой возраст да да вы в какую играете или там вот я так понимаю стритбаскетболе все в одинаковые оппозициях как 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 вас расписаны роли вашей команде у нас было два маленьких ирга один высокий вот старались взаимодействие с высоким игроком и все понятно хорошо как тренировки проходят вы во первых как попали сюда сергей именно в стритбаскетбол мы-то о нем фактически узнали в этом году благодаря олимпийским играм так если уж честно говорить я имею ввиду массово что люди видят у акации если такой баскетбол понятно что разали по телевизор оказали по телевизору и не только по телевизору да как вы пришли мы за 3 баскетбол да ну изначально я пришел простой баскетбол вот так и получается появился вот этот мини турнир и мы зарегистрировали все команды и начали играть конечно у меня такой вопрос а правильно ли понимаю что все-таки может существовать и два разных вот этих подхода то что можно именно под стритбаскетбол человека готовить специализируем можно но это я думаю сейчас начнется когда стритбол ввели в олимпийские игры до этого не до этого игроки которые играют в основной команде я имею ввиду где 12 человек 5 на 5 вот и из них набирали сейчас у состава на олимпиаду набраны из профессионалов но думаю сейчас вот как редко готовить уже игроков под стритбол набирать эти 4 но не 4 то есть вторая возможность выйти бы сюда я уже играет баски очень многим сейчас игрокам есть возможность играть баскетболе допустим кто-то не попадает состав 12 вот они будут играть на стритболе причем на таком высоком уровне ну да такая вторая дополнительная возможность но и а вообще почему он появился это такая дань уличным что ли видом спорта можно так его назвать скорее всего да я корее всего там из америки пришло ты скорее нос у нас то нельзя сказать что прямо так все на дачах играют стритб на дачах не играют скорее всего из америки и давным давно уже играют именно уличный баскетбол вначале собирались потом начали вот соревнования права проводить соревнования переца московской области переца просто собирали вот просто собираются команды играют интересно эти такого интереса раньше не было сейчас да сейчас люди интересуются и интересно стал почему потому что все-таки команда когда играют допустим 5 на 5 команды из 12 человек а здесь гораздо проще здесь собрали ответственных человека тут быстрее мне кажется когда можно понять что проиграл нет нет здесь не поймешь что стремительно не стоит не очень стремительно пожалуйста наше сборной которые с кем они играли после с латвии игру вели же 50 стремительно можно было понять что сейчас станут олимпийскими чемпионами и также стремительно они проиграли взяли серебро ну вот я о чем говорю стремительно все меняется меняется верительному я в этом не нужно сергей скажите ну хорошо понятно может быть там надо поучаствовать пришли вы почувствовали разницу между или как скажем так что вам теперь больше то нравится стритбаскетбол или все-таки такой же старый добрый был простой баскетбол простой а что почему встретить сложнее или чури какие-то другие другие не знаю просто привык с детства играть 5 на 5 так привычнее и хочется было два все-таки кольца не одно правильно можно и так создать наверное да хорошо а как вы вообще попали в баскетбол вас кто-то привел ну да через школу через школу до с первого класса набирали команду вот и попала в чем баскетбол а мальчишки сейчас на же в основном футбол все хотят по ну не знаю за меня вообще родители как бы хочешь пойти на секцию так он давайте он и понравилось понятно то есть если бы привели на какую другую секцию то мы бы не могли не видеть вас баскетболиста да правильно ну не знаю я был на других секциях а у вас об этом нравилось гаэксена как команда выбирали вот этих участников до из обычной баскетбольной как вы сделали стритбаскетболь на это самые какие-то выносливые быстрые цепки кто это знаете но в основном основную команду и ты формируешь из основного состава своей пятерки вот основные четыре человека кто приносит результат но я так думаю что это все тренеры делают из них формируется состав стрельбой 1 5 ну да ну не пятерка на 4 как-то педалька сюда а здесь получать бы можно было бы 5 конечно 5 было так вот четыре человека сильнейших вы довольны выступлением несмотря на то что кубок стоит у нас на столе но что-то какие-то выдавали там комментарии знаете но камин комментарий дать очень тяжело потому что музыка играет громко но наверное они меня слышали а потом чувствовали когда глаза напротив а вот а я довольна потому что мы за первое место боролись с училищем олимпийского резерва училище олимпийского резерва это команда где дети набраны со всей россии они выдергивает лучших игроков из команд сливки правильно и вот выступают заявляются скажем так с нами с обыкновенными и вот выиграв у этой команды конечно очень приятно стали необыкновенными очень приятно хорошо сергей что самое сложное было в этой игре были какие-то моменты когда в дальней в играх их несколько было что было самое сложное вот знаете как вот сейчас много фильмов всяких спортивных не только про баскетбол где там вот показывает как вдруг сила воли там 3 10 что было на самом деле сложно или просто все шло к победе конечно победе но нельзя было терять концентрацию потому что и так было много игр психологически нельзя было сдавать тем более финальная игра была не такой уж легкой нужно было психологически бороться с самим собой а сколько было игр это же один день все пресс происходило за один день сколько вы сыграли 55 игр какая была если не брать финал будут была ли какая-то игра когда вы чувствовали что мы теряем нить или все по нарастающим нам знаете почему этот вопрос задаю сейчас как спортсмену не просто как там маленькому еще человеку как не крути да а как спортсмену потому что это же что такое спорт это момент когда за долю секунды ты можешь либо к золоту приблизиться либо на 16 место правильно ну но была не такой уж легкой игрой еще перед финалом прям полуфинал да 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 мы там начали проигрывали и под конец все-таки взяли свое а как вот в этой четверки есть как капитан же есть команда вот сидит на выкачка с нами то есть как выстраиваться отношения кто будет играть там же что замена я так понимаю все все время можно делать замену лишь бы три человека вы принимаете решение или тренер ну в принципе когда тренера не было рядом следил за другими командами мы все сообща договаривались кто будет выходить специально по времени и так играли вот так как конечно тренер решается галина оксин скажите пожалуйста вы довольны выступлением своих ребят как они себя вели как они выстраивали эту игру потому что действительно музыка действительно улица с погода опять же команды разные как тренер вы понимаешь сейчас это может быть не педагогично говорит присутствие но тем не почему они сюда давайте я довольна я довольна тем что они боролись они боролись они друг друга поддерживали но наверное тоже пришел такой возраст когда маленькие не понимают а уже 16 лет начинает соображать вот мне это понравилось конечно где-то коррективы все что можно было я внесла он правильно сказал что до этого они играли но пока можно было их отпустить я там не еще девчонки играли вместе с ними да не 3 они третье место за да я бегала туда-обратно устала честно говоря то есть у вас бы свой баскетбольчик у меня был давайте я сделаю небольшую паузу и продолжим напомню что мы говорим сегодня о нашей баскетбольной новой игре фактически которая вот благодаря олимпийским играм теперь у нас тоже появляется хотя все начиналось с обычного баскетбола и у нас здесь в гостях галина карпухина тренер команды юноши 2005 года рождения школа олимпийского резерва по баскетболу городского круга люберцы и сергей скотников спортсмен капитан как мы выяснили команды вот победитель участник вот этого вот стритбаскетбола и победитель сейчас продолжим через некоторое время оставайтесь с нами напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях галина алексеевна карпухина тренер команды юноши 2005 года рождения школа олимпийского резерва по баскетболу городском округе люберцы сергей скотников спортсмен победитель турнира оранжевый мяч массового турнира который здесь проходил городском округе люберцы по стритбаскетболу то есть есть обычная баскетбольная команда и галина алексеевна своим волевым решением выбрала четырех человек среди которых сергей качестве капитана команды они принимали участие в этом турнире и победили всех и стали обладателями вот этого вот кубка сергей а что чувствует спортсмен когда вот он выиграл радостные эмоции это понятно но как вот как там я вспоминаю я все-таки не участвовал как вывод как спортсмен этом в школе участвую я помню это такое ощущение что вот на секунду ты куда-то в каком-то другом пространстве находишься когда мы выиграли ну что нам тренинг поразовала когда то что мы боролись правильно сделали все выиграли хорошо в кино показали все обнимаются кричат по знаете как футболисты нас умеют один гол мяч только изобили который ничего может не решить а уже вся команда бежит через все поле теряет силы друг друга обнимают целуются обнимаются там значит и так далее а вывод эти ощущения бежит только конец этого пока нет это значит что с кубком как это король умер да здравствует король то есть один чемпионат закончился идем дальше вопрос галинса на к чему теперь вы готовите команду вот этих людей которых есть кубок я имею ввиду и стритбаскетбол я так понимаю что наверно он от вас никуда тоже теперь не денется мы обычный баскетбол но стритбаскетбол баскетбол у нас играет переста московского заявлены дети до 19 лет сейчас кто у нас будет вреда ты четвертый год рождения у нас будет играть стритбаскетбол по старте 5 до 5 это это оранжевый мяч играется несколько возрастов так играет сейчас четвертый год рождения на год старше а у нас мы готовимся к отборочным соревнованиям переста россии так где выход три команды из шести три выходят дальше на этап переста россии мы готовимся к детской баскетбольной юношеской лиги дюбл который называется это до 19 лет играющий но у нас заявлен от 4 5 год рождения моей команды вот эти основные соревнования ну и переста московской области это уже вообще наше основное соревнование сезона 21 22 года понятно скажите а кто сейчас вот в этом возрасте в городах ну у вас же своя кухня при откройте нам тайну в каких регионах россии вот такой баскетбол юношеский сильный вы же вы будете участвовать вы же понимаете что вот этих мы выиграем здесь будут сложности но и так условно говорю конечно каждый противник сложные теме сложно но в основном сейчас краснодар но краснодар локоматика там тепло там африка да но это дети опять-таки собраны со всей россии это у нас перим который также собирается седа да в основном вот соперники это москва циска за форекс конкретно то есть они да они его заточены они выдели выдергивает и училище олимпийского зерва номер три города химки городского округа химки вот это вот основные соперники конечно хочется выйти в финал я считаю что всего команд участвуют в этом в этом первенстве вот она я на межрегиональных соревнований скорее всего где-то будет команд 40 40 команда и дальше пошли этапы выходят из межрегиональных странах полуфинал из полуфинала выходит финал финальный час 16 команд да постараться выйти постараться выиграть очень бы хотелось там сергей такой вопрос понятно что соревнования бывают разные до разный уровень разный подход и ну все рассказы вы же человек уже взрослый по поводу того что мы там возьмем первое место конечно это хорошо но нужно понимать свои возможности свои силы и желания вот скажите вы и ваши коллеги которые приходят на тренировку вы идете все-таки к некой высшей цели или вы просто вот занимаетесь баскетболом потому что вы занимает хоржу на мне то конечно мы идем к высшей цели зачем кстати 40 команд потом 16 из 16 команд как минимум три могут быть лучше чем вы ну как вы их победить это это кстати вопрос к вам почему я задаю его можно задать даже главным тренеру футбольной команды карпин его коллегам главному тренеру наших замечательных раперисток всех кто завоял золотые медали потому что но если я чем-то занимаюсь да то я все-таки должен достичь какого-то успеха верно ну как минимум это наше любимое дело и мы хотим получить самое лучшее что из этого можно с другой стороны в 16 лет то много других любимых дел то а тут же тренировки сколько вас тренировки гаицы проходит тренировка два с половиной часа или две тренировки в день по два часа у и а как же на личное время да это тяжело тяжело привыкли уже ну просто посмотрите почему это за вопрос у нас есть такое понятие сейчас патриотизм до каждого понимает по-разному показывают фильме как замечательно футболисты баскетболисты 72 году да кстати многие участники реального этого матча даже не захотели потом давать интервью по поводу этого фильма не все понравилось скажем так к чему я веду разговор что где понимание того что вы становитесь спортсменом и идете до конца потому что тренер при всем своем желании он не может человека заставить идти чек должен сам переключиться и пойти до конца это я сейчас так провожу такую агитационную работу мы хотим чтобы вы хотя бы среди 16 поучаствовали это возможно возможно а дальше что будем стараться дальше проходить но с одной стороны капитан мне нравится как отвечать не многословен когда многословен тоже не очень хорошо не оратор скажем на ну а если вот с точки зрения взрослых не только тренеров но мои родители же не забываем потому что такой общий до продукт под названием команда баскетбольная вот бывает же обидно когда хорошие ребята ну на вашей биографии до на вы при вашей вдруг прекращают заниматься и взрослеют другие дела поступают уходят до обидно ты вкладываешь силы спортсмена умения энергии отдаешь морально работаешь да бывает бывает часто когда но не надоедает она вернул встает лень не интересно становится очередной трудно переходный возраст девочки ну это я про мальчиков говорю да вот и родил девочки тоже кстати дину и одички мальчики вот я зачем это да 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 конечно для тренера очень обидно и к сожалению родители не могут повлиять на своих уже взрослых детей постараться их заставить и вразумить что нужно но столько сил ты отдал уже да но вдруг получится я очень просто у меня 93 год рождения девчонки были и вот мне мама одна когда девочка пришла ко мне тренироваться на место это горит галина алексеевна но мы в сборную же не хотим и тогда сказал знаете вас туда еще никто не берет но самое что интересно как раз девочка это настя мамедова они были первыми участниками первых юношеских олимпийских игр вот она не в 13 лет сказал одно а в 19 лет девочка поехал найти первые юношеские олимпийские игры видите как вот вот как бывает хорошо не бросила да и вот мама но мама не мешала вот но здесь наверно много всяких аспектов потому что это же все таки очень большая работа во первых это организм это твое собственное понимание сможет ли твое тело тебе помочь это для любого человека готов ли человек заниматься спортом профессионально до идти до конца одно дело сидеть извините пить всякие напитки щелкать семечки и болеть за команду как мы все болеем да другое дело быть там конечно мы играем игроков неважно баскетбол волейбол от волейболисты на олимпийских играх я почти все матчи посмотрел и тоже очень переживал по поводу так вроде хорошо шли но не дошли жалко жалко да поэтому что как вот все таки на том этапе когда 90 процентов ну уходят в обычную жизнь начинают заниматься другими делами и просто вот как я там вспоминаю свою молодость чтобы там во что-то играли а какой-то процент все-таки двинуть профессиональный спорт или сейчас это не модно тут мало что зависит от тренера вроде ты стараешься показать сказать рассказать что во первых это очень интересно спортивная жизнь жена она может быть и короткая но это интересно что простой жизни ты окажешься всегда а в спортивной надо постараться мы потом спортивная жизнь все какое узкое направление не каждому дано да нико но но терпение труд все перед труд очень много которые вот отчаиваются как отчаиваются допустим ну да играем спортивной школе да интересно все нравится нравится а потом когда они приходят допустим взяли игрока в дюбл дальше молодежной команды в лиге суперлиги ты же приходишь молодым игроком и тебе надо доказать ну во первых все время маяка ли жила и вся спортивная дедовщина наверное там присутся дедовщина маленькая когда я помню никто но никто свое место уступать не собираешься пришел молодым мать и вот очень многие вот на этом этапе сдаются и заканчивают а если бы смогли конечно бы у нас было гораздо больше перспективных и хороших игроков во всех видах спорта но это вот лично мое мнение сергей скажите как у вас в команде сколько сейчас команде между в обычный баскетбольный человек сколько тренируется 11 12 потому что после девятого класса мы поняли но это же целый коллективы как дружите или там у вас расписаны кто-то главнее кто там нет на заносит сапоги и так далее не более дружная команда более дружно это же важно ну конечно потому что можно же выжить кого-то правда зачем нет я почему задает этот вопрос потому что мне кажется что еще вот в таком возрасте то что делать галина алексеевна и коллеги и родители это такое предформирование того с чем человек может столкнуться потом в обычной жизни даже если он не будет заниматься спортом вы правы я прекрасно помню когда я первый раз пришел я всегда чуть был хнул выше всех вот но менее поворотлив скажем так есть нас такой футболист и я пришел и и весь новый коллектив тренер какой злой мне она на следующий ежедневник думаю все я ухожу потому что не мою но я нашел себе силы потом буквально через неделю уже как рыба в воде наверное это еще и человека зависит галина все на были случаи когда с кем-то приходилось расставаться потому что но не сложились с характером с ребятами вы знаете мне ни одного такого случая не было я вам подходит на я да и я стараюсь на корню вот младшем возрасте вот как вы говорите дождь чину прекратить гу дедом буду я правильно так и надо но и в финале нашего разговора давайте мы расскажем наверняка кто-то разговор был откровенный сегодня у нас кубок стоит первое место между прочим и поэтому мы пригласили наших замечательных гостей кто-то захочет попасть к вам галинах семна вашу команду вот с какого возраста сейчас набирается какой механизм действий схема поступления что для этого нужно мы набираем шестилетнего возраста приглашаем всех желающих всех приходите приводите не обязательно 6 кто-то шестилетнего кто-то 7 приводите детей к мальчика вы делаете мальчика девочки конечно старшем возрасте когда им уже 17 лет но тяжело да и не на чем работать скажем так а вот 6 7 8 9 10 11 12 14 крутить пожаром как угодно ждем всегда до одного ждем рады места есть и есть но и как видите что есть уже какие-то завоевания и когда да вот вырастет сергей его коллеги такие уже придут седовласы скажут в автографы буду давать сергей вам последний вопрос все-таки мы будем рассчитывать на то что вы попробуете дальше пройти конечно да это может быть наш передача тоже какой-то маленький колышек вбила в это дело что я вижу что галина аксеевна переживает а я вспоминаю всех своих тренеров это же безусловно очень особенные люди то есть тренер вот есть педагог есть учитель есть педагог есть там наставник а есть тренер это все вроде бы одно и то же но у каждого немножко своя какая-то душа поэтому тренера за каждого переживает наверно заказ вы же видите все что правильно и все что неправильно правда всегда видите но не всегда говорите это конечно вот галина алексеевна карпухина тренер команды юноши 2005 года рождения школа олимпийского резерва по баскетболу городском округе люберцы которые завоевали этот красивый кубок но я имею ввиду четыре человека которые были выделены из команды но болела вся команда на она приходила переживали переживали кричали там вот а качестве представителя этой команды спортсмен капитан команды сергей скотников вот они первое место взяли в соревновании которое называется оранжевый мяч мы поговорили сегодня о многом вы можете привести своих детей галина алексеевна можете сказать что я вот вас видел по телевизору галина сена сразу вспомнит вот и кто знает может быть вот эти олимпийские игры которые надеюсь следующие до через три получается года уже пройдут нормально при зрителях но не следующие там какие-нибудь вы увидите своих детей на экране от не знаю какие чувства родители испытывают когда даже по телевизору показывают да вот когда наши спортсмены там побеждали с ума можно сойти восторга я им завидую но мы завидуем сергей ну а вам успехов не только в спорте но и в жизни и может быть получится сочетать это все и привет всем ребятам которые конечно же выстояли и победили это всегда здорово это была программа открытый диалог меня зовут николай пивненко всего доброго до свидания